Дефицит железа в организме лучше всего восполняется домашними печеночными оладушками и котлетками с гречкой. Подтверждено анализами клиентов, а правильно подобранная программа питания восстанавливает усвоение железа кишечником и нормализует уровень гемоглобина и ферритина. Почему стейк из мяса не помогает при железодефицитной анемии? О ней и поговорим. Дефицит железа в организме лучше всего восстанавливает усвоение железа кишечника. И оздоравливаю питанием без испытания вашей силы воли, заставляя гулять, спать, но об этом в моем блоге в инстаграм. Подписывайтесь. Там еще о том, как я переехала из Киева в Германию с одним чемоданом и двумя детьми. Ставьте на паузу и жмите подписаться прямо сейчас. Замечали, что если пойти гулять по улицам, то кофе с собой встречается чаще, чем трещины на тротуаре. Без сомнения, чтобы взбодриться перед, во время или после работы, нужно просто протянуть руку и обязательно попадешь в окошко, где предложат кофе и печенье с предсказаниями. Актуально и ой как заманчиво. Сетевые рестораны пошли дальше и предлагают абонемент на кофе, где чашка ароматного заманчива по цене. Встречи, прогулки на свежем воздухе и сторисы в инстаграм непременно с ароматным напитком. Хочу отметить, что количество потребляемого кофеина резко возросло. Пить кофе и не только модно и вайбово, но и результативно, ведь ритм жизни бешеный. Мы плохо запоминаем, нам трудно удержать внимание даже на важном. Одним словом, когнитивные функции головного мозга работают как-то неэффективно. Мы списываем все на стресс, недосып и ищем подзарядки в витаминах, бадах, чудодейственных капельницах, коктейлях, кофе, в курении, в энергетиках, которые пьют подростки и 20-летние. Их не смущает огромная доза сахара и кофеина. Более того, его употребляют утром натощак или запивая еду, как обычной сладкой газировкой, например. Быть постоянно на допинге привычно, потому что нужно много успевать, а вытягивать самому не получается. А так стимулируется умственная и физическая активность. Временно, конечно. Но, собственно, что и нужно. На работе инициативными себя показали, сторис с миллионом дел сняли и ушли в закат, лежать и не шевелиться и плакать. Работа, учеба, курсы, личная жизнь, бытовые вопросы, социальные сети. Везде хочется успеть, а сил порой не хватает. Со всех сторон успешный успех и миллионеры, которые вкалывали и теперь где-то в Дубае за один день зарабатывают десятки миллионов. Подогревают предложениями, научиться какой-либо профессии, делать так же и да. Все, что нужно, это ограничить сон и больше работать. Что, собственно, и делает большинство. Но сегодня не о кофе и энергетиках, хотя и не просто так включила их в тему анемии. Мы все чаще недовольны собой из-за постоянной усталости, беспричинных головных болей, головокружения. Нам не нравится бледность и серость лица, а раздражительность по любому поводу, даже маломальскому. До пятницы многие еле-еле дотягивают, потому что работоспособность на нуле. Выходные проходят в горизонтальном положении и так неделя за неделей. Все это списывают на стресс. Анемия схожа с ним симптомами и ужасно портит самочувствие, но также может ничем не проявляться. Лечится простым и действенным инструментом, моим любимым питанием. Железодефицитная анемия возникает, когда на каком-либо этапе нарушены получение, всасывание и транспортировка железа. Это не заболевание, а симптом других проблем, устранив которые, анемия исчезает, а самочувствие улучшается, и силы появляются, и это совсем другая энергия, нежели на кофе или энергетиках. К сожалению, бессимптомное течение анемии приводит к тому, что человек не знает, что его органы и ткани страдают от недостатка кислорода. Выявляется случайным образом, сдали кровь, а там низкий гемоглобин или ферритин. В группе особого внимания женщины детородного возраста, беременные, дети до 5 лет и пожилые люди. Но не стоит выдыхать и мужчинам, отвечу чуть позже. В норме с пищей мы получаем железо. Оно ферментируется в желудке, в 12-перстной кишке и всасывается в тонком кишечнике, верхний слой которого состоит из множества сосочков. Таким образом, в несколько раз увеличивается площадь всасывания и усваивается больше макро- и микронутриентов, в том числе и железо. Железо всасывается и транспортируется специальными белками в костный мозг, в фабрику эритроцитов и других клеток крови. Здесь эритроциты зреют. А пока они взрослеют, это занимает примерно неделю, зрелые клетки функционируют около 3 месяцев по маршруту. Легкие клетка. В случае с анемией нужно найти причину, почему путь от продукта или блюда мега-содержащего железа до гемоглобина, который несет присоединившийся кислород, нарушен. По всем правилам медицины, да и разумности, нужно соблюдать действенные меры от простого к сложному. Исключать простые причины, постепенно двигаясь к более сложному. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете на них. Первое. У вас есть острая кровопотеря, менструация, обострившийся геморрой, носовое кровотечение. Важно исключить в первую очередь острую и хроническую кровопотерю, так как помощь нельзя откладывать. И нужно в кратчайшие сроки обратиться к врачу. Какие симптомы красные флаги и срочной медицинской помощи? Второе. В вашем рационе достаточно продуктов, источников железа? Сразу уточню, что продукты животного и растительного происхождения содержат разное железо, гемовое и негемовое. Различие между ними в простоте усвоения. Гемовое содержится в животной пище и значительно проще усваивается. Рекордсмен по содержанию легкоусваиваемого железа – куриное яйцо. Причем в желтке его концентрация выше. В 100 граммах желтка почти половина суточной нормы железа. Вес одного желтка 60 грамм, а значит двух яиц в день достаточно. Если сравнить куриное и перепелиное, второе хоть и уступает весу, но не в количестве микроэлемента. Не забываем, что яйцо – это еще источник белка. И вот еще одна причина, почему оно занимает ведущее место по доступности гемового железа. Железу нужен перевозчик – белок, а именно трансферин. Этакое такси, которое доставляет его до костного мозга, в котором и синтезируется гемоглобин. Но не представляете себе комфортное такси с водителем в костюме. Нет, наш трансферин – это такой перегруженный автобус. Он присоединяет больше железа, чем весят сам. Запомните, пожалуйста, важное правило – железо и белок. Иначе оно не доберется до места синтеза. Дальше – субпродукты, а именно печень, говяжья, свиная, куриная, утиная, гусиная. Заметьте, не мясо говядины, как принято считать. В любой печени также много белка, что, помним, позволяет доставить больше железа. Если вы не любите блюдо из печени, возможно, вы просто не умеете ее готовить. Вымоченная в молоке, она лишается всех неприятных запахов. А приготовленное в виде паштета, без строганов, оладушек, торта, в конце концов, разнообразит ваш рацион. Помните, мы не рождаемся с определенными вкусовыми пристрастиями. Мы их наживаем. Недаром говорят, вкусы меняются. Возможно, в вашей семье не принято было готовить тот или иной продукт. И у вас просто не было возможности распробовать. Или вам не повезло, и вы ели не самую лучшую версию блюда. Пойдите в любимый ресторан или кафе и закажите там блюда из печени. И пусть все сложится. Так почему же домашние тефтельки в разы полезнее сочного мраморного мяса? В мясе мы видим волокна с минимальным воздействием. А значит, сохранивших больше полезных элементов. Разумно предположить, что все железо продукта без проблем усвоится. Но это заблуждение. И вот почему вы ошибаетесь. Чтобы мясо стало полезнее, его нужно сделать доступнее для переваривания и измельчить. Можно тщательно и долго жевать. Но кто это делает? Правильно, никто. Или перекрутить. Желательно два раза через мясорубку. Для чего это нужно? Чтобы попав в желудок, оно равномерно ферментировалось и продвинулось в тонкий кишечник комком из мелких структур. При таких условиях максимальное всасывание обеспечено. А что же по различию в составах, смотрите эти данные с сайта foodstruck.com. Где по содержанию микроэлементов, в том числе железо, выигрывают тефтельки. Продолжаем о животных продуктах, богатых гемовым железом. Морепродукты. А именно устрицы. Нужное нам сочетание белка и железа. К тому же низкокалорийное. В 100 граммах устриц 44% суточной потребности в железе. Мясо кролика, говядина, икра рыбы, баранина, свинина, птица, рыба богаты гемовым железом. Но не так, как продукты, о которых я рассказывала ранее. Питание должно быть разнообразным. К примеру, печень не должна присутствовать больше двух раз в неделю. Поэтому стоит разнообразить рацион продуктами из растительного происхождения, богатых негемовым железом. Да, оно не так легко усваивается, но питаться только яйцами и печенью – такая себе идея. Итак, лидер по содержанию негемового железа – это кунжут. В 100 граммах которого суточная потребность в железе и растительный белок в составе. Все, что нужно, чтобы взять из продукта максимальную пользу. Кунжут уникальный по составу продукт, но сегодня не об этом. Морская капуста делит место лидера по содержанию негемового железа и имеет приятный бонус в виде омега-3 и йода. Бобовые, а именно чечевица, также богаты железом. Среди круп гречка – самое полезное. Но не забывайте про орехи, фрукты и зелень. Они также содержат железо. В сушеных яблоках, кстати, больше железа, чем в свежих. А теперь спроецируйте эти продукты на свой рацион. Что едите вы? Есть ли у вас возможность набрать железо продуктами, которыми вы питаетесь каждый день? Если это в большей мере колбасная продукция, то не надейтесь, что она закроет потребность железа. Его там просто нет. Также существуют микроэлементы, в сочетании с которыми железо плохо, очень плохо усваивается. Это не означает, что вам следует исключить определенные продукты, но разграничить их в приемах пищи и исключить в период восполнения железа стоит. Кальций, содержащийся в молочной продукции, блокирует усвоение железа. Магний в семечках и орехах тоже. Если у вас низкий гемоглобин, не запивайте еду чаем или кофе, исключите вино. Танины антагонисты железа, то есть препятствуют его усвоению. И вот причина, почему я начала видео про железнодефицитную анемию с кофе, которое большинство пьет, не задумываясь на завтрак с яичницей, запивает сытный мясной обед и так далее. Нет, я ни в коем случае не против кофе. Я сама его очень люблю, вкус и аромат. Но возможно ваш рацион и так не богат железом. И вы еще и блокируете его усвоение кофе. А если оно с молоком, то шансы минимальны. Хорошо, если у вас нормальный гемоглобин и ферритин. А если вы лечитесь и постоянно сдаете анализы, это важно. Избегайте обжигающих горячих напитков, а также острой кухни. Все дело в слизистой желудке и ее способности расщеплять пищевой комок, а именно железо и белок. Если вы обожжете слизистую, то вряд ли он сделает это качественно. И отсюда следует следующий, четвертый вопрос. У вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта? Не знаете? Правильно, большинство не знает, что у них проблемы с желудком или кишечником. И тем более, что страдают анемией. Потому что изжогу, тошноту, боль в области желудка и правого подреберья, вздутие и нерегулярный стул не считают проблемой и живут годами, занимаясь самолечением. Ну, подумаешь, пройдет. Таблетку от изжоги выпью, а то и соды. Как уже говорила ранее, анемия довольно часто выясняется неожиданно при сдаче анализов. Заболели ОРВИ, пришли вставать на учет по беременности, в санаторий карту оформляли или проходили обследование перед плановой операцией и так далее. Если сравнивать, опять-таки, с рейсами межгород, то непонятно, как полный автобус железа вышел из пункта А и оказался пустым в пункте Б. Клетки. Куда делать железо? Что произошло? Что мы делаем не так, что даже при полноценном питании с достаточным содержанием железа развивается анемия? В этом случае лучшее, что можно сделать, это обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование. УЗИ брюшной полости, эндоскопическое исследование желудка и прямой кишки, ФГДС и колоноскопию, чтобы исключить бессимптомное течение болезни, которое может быть на начальной стадии и не доставлять абсолютно никаких проблем, но вызывать анемию. Заболевания желудочно-кишечного тракта не дают усваиваться железу с пищей. Если вы страдаете гастритом, то нарушена ферментативная функция желудка и пища не будет всасываться в тонком кишечнике. То же самое при панкреатите и холецистите. Еда, БАДы, препараты железа не повысят гемоглобин и ферритин. Поэтому здоровье и функции желудочно-кишечного тракта крайне важны. Переведя тот же гастрит в состояние ремиссии, анемия сама устранится. Знаете ли вы, что одним из ведущих пунктов стремления больше зарабатывать, после путешествовать, конечно, люди ставят заняться своим здоровьем. И это так круто, что в сознании людей появилась установка, что к доктору нужно идти не когда нет сил терпеть боль, а когда все нормально. И здорово вдвойне, когда популярные и молодые люди затрагивают эту тему и показывают ее важность. Узнали девушку? Конечно. Это Клава Кока. Само не знаю, кто это. Молодая певица, но по внешнему виду которой нельзя сказать, что ее что-то беспокоит. И вот что она пишет. Сдала 6 пробирок крови и обошла почти всех врачей. Оказывается, мало кто ходит и просто на регулярной основе проверяет свое здоровье. Она выкладывает в соцсеть, как сдает анализы и планирует функциональное обследование желудка. И тут же делится, какие сообщения ей прилетают в директ. Ужас многих поклонников, которые не понимают, зачем ей это нужно. И тут же дает объяснение для чего. Признаться, что выглядеть хорошо, быть активной и сохранять позитивное настроение несложно. Если знать свои проблемы и подкорректировать питание. Здоровье реально ключ от всего. Особо ценно, что показывает это она даже в наиплотнейшем графике. Можно и важно найти время для себя. Клава так держать желаю вам только здоровья. Почему-то мне кажется, что и близких Клава чекапит. Потому что очень любит. И такое проявление любви и заботы набирает обороты. Вот доктор-эндокринолог Хан, который в своем телеграм-канале пишет, что подарил на 23 февраля родителям, цитата, незабываемое путешествие на колоноскопию. Кто не знает, это исследование прямой кишки. Похожая трубка, как при ФГДС желудка. Отличный подарок, особенно после 45 лет. Особенно, если любите родных и хотите быть дольше с ними. Сохраняется главный принцип подарка. Позволить себе то, что сам себе никогда бы не купил. И респект за фразу. Осознанность к себе надо прививать. Мы же нормально относимся к ежегодной флюорографии грудной клетки. В колоноскопии такой же скрининг. Но вернемся к железодефицитной анемии. В каждой клетке есть свой запас железа. Ферритин. Он похож на трансферин. Помните, автобус один атом ферритина содержит 4000 атомов железа. Когда случается кровопотеря или изменяется питание, или в связи с заболеванием желудочно-кишечного тракта, железо не усваивается. Как раз из депо ферритина и берется недостающая железа. Анемии еще нет, но запасы истощаются и не пополняются. По анализам уже видно снижение ферритина. И это уже тревожный сигнал, на который нельзя закрывать глаза. Если не убрать причину и не скорректировать питание, то анемия со всеми симптомами и последствиями произойдет. Какие вы можете принять меры самостоятельно? Записаться к врачу уже сейчас, чтобы выяснить причину и получить адекватную терапию. Добавить в рацион продукты, содержащие большое количество гемового железа. Без фанатизма 2 раза в неделю печень, морепродукты, говядину только в виде тевтелек голубцов. Это лучше стейка. Убрать все острое и горячее, что может травмировать и нарушать функционирование желудка. Исключить чай, кофе и вино. Заменить на травяные сборы при отсутствии, конечно, аллергических реакций. Исключить молочку. При анемии важно не упустить время. Сколько человек проведет с низким гемоглобином. Принципиально ответственно подойти к анемии как со стороны пациента, усилить питание, исключить продукты, так и со стороны врачей. Своевременному контролю по анализам, не реже раза в 2 недели. И подобрать лечение. Пятый, заключительный вопрос. Есть ли у вас аллергия в любой форме? При аллергии происходит реакция воспаления. Отек слизистый и выделение слизи. Ровно как при аллергическом брените, то же самое происходит в тонком кишечнике. Из-за состояния сосудов, а их там ох как много, железо не усваивается. Из пищевого комка. И даже если вы едите говяжью печень 3 раза в день, это никак не исправит ситуацию. Решать вопрос нужно с аллергологом. Убрав аллергены и получив терапию. Именно по этой причине дети до 2-5 лет входят в группу риска по анемии. Именно в этом возрасте дети страдают от разных форм аллергии, на фоне которых развивается железодефицитная анемия. Убрав проблему, ферритин и гемоглобин тут же поднимутся. Питание это больше, чем ощущать полный живот. Это точно не подмена удовольствия, заедание стресса и обид. Это мы и то, как мы выглядим, чувствуем, меняемся с возрастом. А еще питание это не сложная система, которой может научиться каждый. Достаточно только раз этому обучиться на курсе Натрициологика. Приходите. Оставляйте заявку, ссылку прикрепила. Ставьте лайк, если понравилось видео и пишите в комментариях, что вас еще интересует. Обнимаю. Пока-пока.